Мужчина всегда прав. Мы продолжаем его любить, всё хорошо. А чё ты хвастаешься? Чё ты хвастаешься? Как раз сильно, я вообще выйти хочется. У меня же слюна отлетела. Она правда говорит. Получается, это совершенно другой человек. Ты не можешь ошибаться. Спасибо, что смотрите с нами. Мальчики, девочки, всем привет. Добро пожаловать на телеканал Белка. Сегодня мы будем с вами смотреть реакцию на шоу «Свадьба слепой» премьера «Может ли настраивать добиться сердца русской девушки?» С Фидункев что-то будем смотреть выпуск. Можно? Нет! Мы будем начинать с вашей любимой рубрики. Трек. Я вам подготовил. Я вам подготовил. Нет, друзья, давайте вот эту скромность расставим за пределами этого телеканала. Здесь только рок-стар, поп-стар, хрен стал. Все как положено. А ты же песню такую не знаешь? Я тебе ее спою. Но сейчас я нашел алмаз молодого зумера. Начинающего. Артиста. Ну как, относительно начинающего. Он начал с песни, которая составлял из комментариев. И сейчас выпустил свой просто шлягер, я бы сказал. Насколько это хорошо. Тебе может сначала не понравиться. Ну как и обычно, как и все мои треки, которые я включаю. Но! Но! У меня нет выбора. Оно не блокировалось за это? А сейчас нам уже все равно. Потому что... Как будто МП3 слушали. Это называется «Стильс». Песня про кошмары. Всё. Ставим ваши оценки в комментарии. Песня от Руслана Утюга называется Кошмары. Нет, ну ты... Понимаете, он неделю вы наш... Он говорит, я тебе такой трек хочу показать, но я до реакта его не включу, чтоб ты вот ждала. Ну ты почувствовал? Мне очень понравилось. Ставлю 80. Спасибо, спасибо. Это высокая оценка. Пусть эмоционально это не видно, внутри просто сердце, реально. Самое сердце. Давай начнем смотреть, пожалуй. Спасибо. Закрывать глаза. Да. 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 Рикуется, да? Да. Добро пожаловать в Москву. Приветствуем вас... На теплоходе проплывали, кстати. Вот эти здания высокие, я не знаю, как это называются. Напишите в комментариях. Уже готовятся к церемонии бракосочетания. Двое незнакомцев, разочарованных в прошлых отношениях, получат сегодня уникальный шанс. Сейчас так и спрашивают, а согласны ли вы взять Джону и жених? Брум-брум. Это поймут только те, кто постоянно смотрят. Все, не поняли, значит пересматривайте старые видео. Тротинки. Отлично. Кстати, насчет того, где смотреть видео, если не грустью на ютубе, то, скорее всего, вы просто здесь и не окажетесь. Но, если что, на гости можно бесплатно смотреть дублированные вот эти все видео, которые выходят в открытом доступе. И также куча еще эксклюзивов. 50 оттенков серого, секс в большом городе, натальные карты. Ну, короче, там все есть. Всего лишь за 250 рублей в месяц. Да, да. Чашка кофе. Даже не чашка кофе. Чашка кофе дома, я бы сказала. Да. Дрип-пакет. Меня зовут Канарк, мне 29 лет, я из Индии, город Мамбай. Я приехал в Россию в 2013 году. Приехал тут учиться в медицинском в Твери. Классика жанра. Вообще. В медицинский в Тверь. В Туну. В Тверской медицинский. У нас много кто-то. И вот уже работаю два года как хирургом. Меня зовут Нина, мне 24 года. Я живу в Петербурге, но родом… Я живу в деревне. В настоящей русской деревне. Я этномузыколог. Этномузыколог – это тот, кто… Ну, это получается тот, кто изучает музыку и экологию. Музыколог. Изучает народную музыку. Тот, кто экологично изучает музыку. Ну, то есть я, получается, не музыколог. Ты точно. Я трэш-музыколог. Или не музыколог. Просто не музыколог. Эрты, Роза и Фатима считают, что нашлись идеально подходящих партнеров. Я считаю, да, идеально. Пора женится. И это свадьба вслепую. Как только я этого жениха увидела, думаю, надо помочь его пристроить. Врач-хирург. Из очень… Под 9 лет, кстати. Не может быть. У меня маленькая семья. Бабушка и мама. Папа не стало, когда я был маленьким. Мама занимается нашим бизнесом. У нас ферма. Мы выращиваем разные фрукты. Ну, я вырос с этими помощниками. Для меня все делали. Мне ничего не надо было делать. Домоработники, которые нам помогают. А так как я приехал в Россию, немного было неудобно сначала. А потом я привык. И я тоже недавно уже открыл свой бизнес. В России. Мои колбы – это, ну, американский футбол и баскетбол. И еще люблю слушать разные музыки. Сейчас живет в Твери и ищет себе… Тогда зацени этот трек! Слушай, вот прошлый выпуск был полностью актерским, как мы поняли. Вот я сейчас же опять верю. Да, ну это же точно не актер. Это же точно не актер. Ну реально. Вот как будто сейчас реально нашли… Ну я буду верить в это. И я, кстати, не индус, а вообще-то индийц. Прямо насколько я знаю. Я сегодня как раз выпуск смотрела. Проверь, пожалуйста, в интернете информацию. Ну пожалуйста. Как его зовут? Костик. Будет Костя. Вот, кстати, вот у нас была учительница Кнарик. Да, вот мне кажется, вы тоже Кнарик зовут. Или я… Его Костиком будем называть. Ну, Митя, это некрасиво. Это нормально. Адаптация. Русскую красавицу, чтобы прямо коса была до пояса. Ну я прям уже верю в пару. Хорошая. Если она не прострет свою любовь. Я нашла одну девочку. Нина. Зовут. 24 года. Преподаватель народного пения и колокольного звона. Я из многодетной семьи. Нас трое человек. Папа работает строителем. Мама – директор воскресной школы. Мы верующие. Моя религия – это индуизм. И для меня это очень важно. Важно, чтобы она понимала меня. Творческим делом занималась. Чтобы она была хорошая. Которого я ждал. Давно. Места. А это, конечно, новая сейчас программа этих иностранцев привлекает. Лучших иностранцев хантить и завозить их в наши города. В Доброград вот сейчас так завозят. Была. У меня были только такие полудетские отношения. Мы встречались с мальчиком, ходили за ручку, целовались. Три года. Вот. А потом мы выросли просто в разные стороны. Я уехала в Петербург. И вот сейчас я уже пять лет без отношений. У меня была девушка тут. Мы были вместе два года. Мы ее разошлись, потому что не совпадало в мнении. И мне тоже не понравилось, что она очень много ходила в разные ветеринки. Ну, то есть я не запрещаю, но есть лимит. Вот то, что касается нашего мальчика, у него очень. Лимит есть. Очень. Да и черепа. И самые разные варианты для меня возможные в семейной жизни. Я спокойно... Блин, я вот просто на нее смотрю и не могу отделаться, что это женский образ шамана. Просто посмотри на эти глаза, на внутреннюю часть лица. Она воспринимает и то, что у меня... Нет. Вот просто именно она очень похожа. Будет сестра. Но и дети, и их разное абсолютно количество. Как бы я допускаю разные сценарии в продолжении своей жизни. То есть вот наши две великолепные свахи смотрят на анкеты, видят традиционную девушку, которая выросла в верующей семье, для которых ну религия явно не последнее значение имеет. Они говорят, мы тогда и чувака, который... Зайчка! Который... Смотрит не сваху, а смотрит картозия продюсера. Да, да, да. То есть как бы... Которые тоже сильно верующие, если что, в Индии это тоже важно, да? И как бы мы их совместим и пускай, как хотят... Любовь решит. Да, да, да. И пускай там на комано скидываются, как жениться будут, по чьим традициям, да? Комано. Морганочечко. Не могу сказать точно в цифрах. А знаешь, а у индусов другое, у них не комано, моргано. У них кингингу, гигерган. И вообще какой-то не камень, ножницы, бумага, а просто три бумаги, например. И вот они как-то... Одна бумага бьет две бумаги, две бумаги бьет три бумаги. Какой бы я видела доход... А четыре бумаги бьют все. ...будущего супруга. Там, например, сейчас я зарабатываю примерно тысяч восемьдесят. Тысяч триста в месяц на двоих. На чем она зарабатывает тысяч восемьдесят? На балалайке. На балалайке? Видела доход моего будущего супруга. Там, например, сейчас я зарабатываю примерно тысяч восемьдесят. Ничего. Тысяч триста в месяц на двоих. На крипте! И чем больше, тем лучше, конечно. Для меня это не важно. Я же тебе говорю, индийцы правильно говорить. Индусы не говорят. Потому что индусы это люди, исповедующие индуизм. А он индус, получается? Мужчина всегда прав. У меня же слюна отлетела. Это хорошо, если она работает. Ну, это просто плюс. А так я готов… Том сказал, Лена работает. Хорошо, что Лена работает. Лена работает. Нина ее зовут. Просто пересматривать пару раз. Для меня это не важно, чтобы она работала. Ну, это хорошо, если она работает. Ну, если Лена работает, хорошо. Я согласна, Лен. Если ты работаешь, пиши. 150 тысяч рублей отделят для девушки. Поэтому, да, для меня это не важно. Зай, слушай, пиши. Во-первых, я йогой занимаюсь. Я в индексы собираюсь. Зай, ну ты больше зарабатываешь. Ай. Блин, да. Зай, не потянет. Зай, не потянет. Зай, не потянет. Зай, не потянет. Я ему буду выделять. Спасибо. Ты ему больше можешь. Посмотрим, что за неделю у нашей пары может случиться. Я ищу русскую девушку, потому что мне нравился, ну, белый свет кожи. Ну, русские девушки. Конечно! На наши красавицы. Я хочу, чтобы так открывают у меня глаза. А я в нем вижу, что все пипец. В нем искра загорелась. Ну, реально, искра загорелась. Но ты вообще знаешь, что... И глаз он от нее, кстати, оторвать не сможет, она правда говорит. По-любому. Вообще, это же реально проблема. То есть просто исторически так сложилось, что в России женщин больше на количество мужчин. Но в Китае и как раз в Индии мужчин гораздо больше, чем женщин. Поэтому мы всегда видим реакцию представителей мужского пола этих стран. Такую, ну, всегда, ну, не сдержанную, скажем честно. Ну, не сдержанную. Не сдержанную. Ну, плюс у нас красивые девушки. Это нельзя. Еще они еще и красивые ко всему этому. Их много. Еще они красивые. Еще, блин, и детей будет рожать, и выглядеть хорошо. И просто... Ну, просто все-все, ладно. Все оно спокойно. Понятно. Поэтому я понимаю этих мужиков, что вот они так вот слюни начинают пускать. Когда видят... Ты на нее пускаешь слюни? На Лену пускаешь? Мы зажравшиеся. Мы зажравшие. Русские мужчины, они просто зажравшиеся. Они привыкли. Они вот ходят как скуфы. А вокруг них вот эти Барби. Отвезти не можете. По правилам проекта, будущие молодожены должны положить в конверт сумму денег, которую они готовы выделить... Ну, 650 положим. ...совместного проживания. Я готов тратить на этой неделе 13 тысяч рублей. Ля, до этого я ей соточку выделил. 13 тысяч? Вот откуда эта цена? Стоимость? Что это? Я не могу... Ну, так-то это получается все больше, меньше 50 тысяч рублей в месяц. Дорогой Костик. Что-то мне не понравилось. Примерно я посчитала. Экономный, Зай. У него семейный бизнес, он хирург. Скупые мужчины, девочки, это Red Flag. Вот это кстати, кстати, вот вам повезло, девчонка, Так приятно, можешь еще? Да, да, пожалуйста. Прохладный пальчик. Что русские мужики не скупые. Ну, блин. Ну, разные бывают, но вот... Писать на писать. Ну, Зай, ну вот именно вот русская душа, она любит тратить. Супираем на тебя, на тебя. Что для комфортной жизни на неделю мне нужно около 6 тысяч. Ну, все четко. Не важно, сколько она положит деньги на конверт. Я считаю, что это не нужно. То есть нам хватит. Ну, чувак. Хватит. Он просто из Твери, он не знает, что в Москве придется жить эту неделю. ...на уникальной церемонии бракосочетания. Сегодня вы отправляетесь в совместное путешествие длиною в жизнь, ну или хотя бы на одну неделю. Я человек сумасшедший, поэтому свадьба вслепую, это, кажется, то, что мне нужно. Я никогда не был женат. Для меня это все идет первый раз. Я очень надеюсь, что все понравится. А когда я был жениться, если он в Тверском медицинском отучился, он только выпустился, получается. Да он еще в ординатуре, наверное, до сих пор. И девушка тоже. Готовы ли вы, Конрад, взять в жены... Конрад? Так хватит. Я Конрад, и сегодня мы проверим. Я до сих пор не запомнила, но я думаю, что исправлюсь этой задачей. Нина, готовы ли вы взять в мужья Конрада? Он уже слышит такое... Конрада? Нина, Нина. I feel... Ой, да, I feel, Нина. Ну, а сейчас пришло время... Он сейчас охереет, если все-таки не оговорился. Нет, слушай, это сто процентов. Она, конечно, очень красивая. Там такая, да, вот исконно-русская девушка. Да, да, да. Косатая, как раз. Так... С татушкой! И вот это меня наводит на мысли. Тихо-мо-мо-мо-те, вводится актерская визитка! Актеризм, да? Да блин, я хочу хоть раз поверить в любовь. Ну сколько может... Только Клава Кока держит нас с Поветкиным на ветру. Да. И Лисанн с Пашей Волькой. Ну вот реально, больше некому верить в этой жизни. Зай, когда Лисанн с Пашей Волькой разойдутся, я перестану верить в любовь. Они никогда не разойдутся, не переживай. Мне нравится там не пережать пальцы. Так это все еле-еле прикасается. Такой. Отныне был муж и жена Конрад Нина Каду. Конрад. Конрад. Господи. Нина Каду. Нина Каду. Поздравляем. Когда я сниму повязку, я постараюсь не смеяться. Это во-первых. Если я снимаю повязку и увижу девушку, не моего типа... Я увижу девушку, а не мужину. Тихо-тихо-тихо. Просто, ну, уйду оттуда. Ля, ты глядит такой пип-пип-пип-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. А все, в Россию приехал. Если ты не соответствуешь моим ожиданиям, если у тебя кожа не слишком белая, то ты... Я уйду, поняла? Ну, она, она супер, она супер. Ниночка хорошая актриса. Теперь жених может снять повязку с повеской. Ребята, а где же наша великолепная штора белая на невесте, под которой она задыхается? Неужели они на какой-то выпуск, не за четвертый, пятый, поняли? Здрасте! Все, эта сосиска потекла. Он, Роза, он как прям мальчик, который, знаешь, который ставит нашим девчонкам лайки в инстаграме. Роза плечи аж вот туда, скукольные. Ай, все, она сейчас так улыбается. А это взгляд, это, это стать. Глаза голубые, ну все. Ой! Ай, стесняюсь, стесняюсь, стесняюсь. Ой, ой, ой. Вау, какая красивая. Обольстительница-то. Когда я его увидела, я подумала... Мальчик поплыл, мальчик попал. Я предполагала самые разные варианты, но это прям... Он очень красивый. Very beautiful. Мне даже слеза потекла, реально. Они смотрят, как на сметану на тебя. И вот он такой сразу... Как на белую сметану, да, так и есть. Поздравляем! Теперь вы муж и жена поздравьте. Ну, пожмите руки, что ли. Руку женщине поцеловать можно всегда. Стесняется еще, но ничего, это хорошо. Я очень надеюсь, что мы ровно через неделю увидим настоящую крепкую семью, которой царит гармония и любовь. У меня теперь русская жена. Я очень рад. Куда ты отвезешь невесту? Прям с первого дня вашего знакомства. В Твери, где я живу. Оказывается, он живет в Твери. Не уверена, что это тот город, куда бы я хотела переехать. Я точно знаю, что ее понравится. Молодожены, в добрый путь! Ну, Тверь уже изменилась, сейчас посмотрим. Пописчики говорят, что в Твери зашибись. Да, раньше было не очень. Это прям была... Такая у нас необычная пара. Да. Мы идеальная пара! Самые классные кроксы! Кроксы! Начался первый день эксперимента. Молодожены едут в Тверь. По транспондеру. Очень важный был кадр. Сегодня Канар познакомит Ниночку со своей жизнью. Канары. Карл у Клары украл Канары. Когда мы ехали в Твери, мы разговаривали о разной теме. Я узнал, что она очень хорошо поет. Первое впечатление было действительно очень приятно. Да. Рассказывал про семью, рассказывал, как он занимается. Какая необычная... Я же тебе говорю, сестра! Пара у нас получилась. Не знаю, как ты, но я ими любуюсь. Хорошо, прям так. Вот не знаю, надо прощепить. Там смотровая площадка. Но вечером бывает очень красиво. Если встретить закат, то тут у нас очень красиво. Там написано Твер, большими буквами. Почему нет уток? Я хочу уток. Где утки? Наверное, будут... В ресторане? Купчиха наша! Где утки? В брусничных сонах. Уток подайте мне! У меня есть фотка с подружкой. Круто! Сам по себе человек очень интересный. Действительно, мне понравился. Я заметил, что она очень общительная. Поэтому, да, мне нравится тоже общаться с ней. И продолжать наши диалоги. Была когда-нибудь вы... Не, ну давайте, ладно. Честно, я без шуток. Ну это невозможно. Просто я включу... Рядом картинки. Вообще не похож. Вообще не похож. Вообще нет! Просто щас, щас. Ну вот, ну вот просто. Вот, вот, вот его морду запомнила, да? Митю, я знаю, как выглядит шаман. Но она не похожа... Ну вообще нет! Внутренняя часть лица смотри. Вот когда брат с сестрой вот так обычно похожа. Я из-за границы была только в Абхазии. Все, давайте согласимся все иначе. А ты много где был? В Абхазии мы два раза были в этом году. Я была в этом году. Могу сказать. А чё ты хвастаешься? Чё ты хвастаешься? А я один раз был, и чего? Я в следующем году планирую так же. Сначала с подружками съешь, а потом с тобой. И сынок. В Египте. В Катар. А, в Лондоне. Нормально. В Великобритании. А у нас, значит, в Канарах человек не бедный. Из оооочень богатой семьи. В Египте был человек, извините меня. Вот с чего, друг? Да, да. Египет это тоже. Как бы сейчас вообще нынче слизис. Очень богатая семья. Мама занимается ферстом. Овощи, фрукты, да? Овощи, фрукты выращивает. Ну очень богатая семья. Ну прям вообще. Окей. А Ниночка у нас из простой семьи. Это человек, который готов 150 тысяч рублей выделять своей жене в месяц. Очень богатый. Новинка. Мы близко к моему университету. Медицинское университет. Восемь лет я тут учился. Почему ты решил на хирургию? Я всегда хотел быть хирургом. Да? Да, да, да. Как будто это моя... Ты помнишь, как мы смотрели три идиота? У них два пути. А, нет, один путь. Мальчик-инженер, девочка-врач. Ну, кстати, очень много индийцев, индусов. Не знаю уж тебе, как правильно. Он индус. Ну, он-то индус, а другие-то могут быть не индусы. Очень много в Тверском этом университете. Прям очень-очень много. И правильно. Правильно. Нужно забирать лучших со всего мира. Слушай, ну, знаешь, что интересно? За всю свою 30-летнюю жизнь... Только у русских, да, обычно? Да, ни разу я не видела врача индус. То есть они все учатся. А, может, они потом обратно уезжают? Ну, просто вот вы хоть раз попродали к такому врачу? Ни разу. К родине тянет. Ну, а что, получили хорошее образование здесь? И там уже топы, да? Да. Да. Собилось. Ну. Прикольно. Мне приятно, что Канарк у нас врач. А где еще учиться? Учиться нужно только в России. Вот моя базированная. Пошла. Я же медицину руку. Розочка. Мой сынуля, ты тоже медик. Я медик. Как тебе повезло. Ты какая-то пара меди, Гуар. Это чуть-чуть другое. Если муж будет врач, мне близка как-то эта тема, потому что у меня старший брат врач. Музыканты врачи, ну, немного похожи. Чем? Потому что мы тоже не можем ошибаться. Я так думаю, это замечательно. Музыканты врачи. Загнул, а? Музыканты врачи. Нет, изложения. Краткий пересказ. Не, ну еще просто вот бывали в школе такие, знаешь, пояснения типа для тупых. Вот у меня было такое издание, вообще других не было в магазине. Это что это мне не может в музыке ошибаться? Ну просто поясни мне. А как ты будешь ошибаться? Мимо нот будешь? Ну, у тебя есть партитура. Ты не можешь ошибаться. Или как? Или я не права? Или одинаково все? Ну я думал в создании музыки. Ладно, все хорошо. Все, ладно. Переубедила, уничтожила. Можно ошибаться. Господи, ошибаются. Просто мы этого не замечаем. Так же как и хирурги. Они тоже часто бывает не то. Протыкают, зашивают. И ты тоже об этом не узнаешь потом. Я вот не знаю, удалили меня аппетит или нет. Говорят, что вроде удалили. Живот не болел. Авокадо! Попробуем выиграть. Давай я тебе расскажу эту историю, но не сегодня. Про что? Про то, как мы авокадо выигрывали. Я еще, кстати, нигде не рассказывала. Где-нибудь припасу потом. Ну нет, классно рассказывать. Нет. Какая... Вот ты знаешь, мы натальную карту снимали. Там я был душнилый. Потому что там люди вообще от тебя были в шоке. Кстати, комментарии не зашли, не читала. Все всегда в шоке от меня. В чате только написали. Но при этом там девчонки согласились, что это похоже на их жизнь. Потому что у них мужья точно так же ведут себя на их любимую программу. Я вообще выйти хочется. Короче, были мы на озере Рица. В Абхазии. В Абхазии. Там был тир. 500 рублей участия. Соответственно, я отдала 1000 рублей, потому что наличные были у меня. 500 рублей мой муж потратил. Он пострелял. Потому что все наличные деньги носит наша жена. Да. А сын пошел дротиками кидать. Вот. И он, кстати, достаточно здорово попадал. Ну и там, естественно, как обычно, нужно 25 раз выебать, чтобы получить игрушку. Он увидел это авокадо. У Рамины такое авокадо было. И он его запомнил из клипа. Говорит, мам, это авокадо какой Рамины. Я говорю, да, зайчик. Я говорю, ну давай там старайся кидай. Ну, вижу, естественно, он промахивается. Я подхожу. У меня еще было 1000. Я говорю, извините, а можно я вам еще 1000 дам? Ну, мы уже 1000 заплатили. Ну, сделаем вид, что просто он выиграл игрушку. Ну, кто-то мне так же скажет, вот так нельзя. Ну, мне очень хотелось ему эту игрушку с Рицы привезти. Он такой вспоминает все-таки. Я знаю, что он будет ее ценить. А он такая смотрит на меня. Нет, нельзя. Только за 2. И я такая... И что я сделала? Конечно, я отдала. В общем, вот это авокадо 3000 рублей. У нас есть капибары за 3500. Да. Слушай, какие у нас ценные игрушки. И ты знаешь, это самые любимые игрушки нашего сына. Он их даже сейчас не разделяет. Он всегда ходит под одной подмышкой авокадо, под другой капибарой. То есть я знаю, что эти вот 6500 влиты вообще не просто так. То есть это вот не ради красного соса, там он куда-то кинул ее, забыл. Не-не-не, он реально играет этими игрушками. Как он с ним ехал, он его спать укладывает под одеялко. Вот такая вот история. Может быть, вы ждали чего-то другого? Ну уж извините, дареному коню в зуб не смотрят. Будьте внимательно отдыхая в Абхазии. Да. Вот он. Как хорошо начиналось. Смотри, люблю уточек. Блин, тоже в тир пришли. Странно для меня закончилось. Пошли в тир. А что такое? Это любимое наше развлечение. Ну это уже лучше, чем кто-либо. Мужчина — это охотник. Вот в данном случае он ей показывает, что он... Ну да, эта история здесь хорошо рассказана. Она, то есть я люблю уточек. Сейчас я тебе принесу пристреленную. Окей, ладно. Пусть будет так. С уткой получилось очень смешно, потому что это просто была какая-то зацепка для того, чтобы продолжить разговор. А потом я вспомнила, что я реально долгое время уже хотела себе вот эту большую утку, чтобы у нее голова вот так болталась смешно. А как это работает? 250 рублей, 10 выстрелов. 10 и 10 попадаете. Любую игрушку можете из-за того старта забрать. 250 рублей? Наводите на мишень и стреляйте. Это дешево. Так Тверь же. Я поеду туда стреляю. Поэтому он и взял 13 тысяч, потому что там в Твери можно 13 тысяч гулять. Ееееее! А у нас было 5 выстрелов в 500 рублей в обходе, если что. Вау. Склейку ты видел? Вау. Я даже не знала, что я настолько хорошо стреляю. Конечно, особенно когда магия монтажа происходит. Нет. Ребят, ну вы сейчас верите в это? Чуть-чуть не включились. У меня 5 из 5, у него никого. А я просто не понял, как это сделать. Я просто не видел вот эту красную точку. И просто так стрелял. Ааа, а че ты тогда сказал бы? Да. Так получилось. Спасибо. Немного расстраивались. Не, ну блин, друг. Ты мог предложить ему 500 рублей, а он отдал бы тебе этого гуся. Когда не получилось, нам выиграть вот эту утку. А почему не получилось, если она 5 из 5 попала? Ну он-то не попал дальше. А что? Я не увидела никакой горящей искорки в глазах. Меня это зарядило больше, ну вот именно поход в тир, чем конарка. Слушай, они, кстати, во-первых, все его по-разному называют. Хоть бы вот определились. То конарк, то неважно. Конарк будет. Во-первых, у всех просто разные виды развлечений. Меня те абсолютно не зарядят. Я такой вот, мне даже не тянет. Вот сколько мы раз ходили, я просто стою и говорю, давай, давай. Она привыкла к широте души. А вот он сильно, сильно закомплексованный человек. Сильно в рамках живет. У него другая культурная особенность. Она привыкла к вот сейчас на печи, куда-нибудь поехать. Она, кстати, такая, знаешь, похожа на тех, которые вот лодку какую-то резиновую, надуть, как-то поплыть. Здесь есть место. Сап вот этот 40 минут накачивать. Здесь устанавливались. Да, да, да. Красота. Такой дом, это неплохо. Теперь хочу тебя пригласить и показать мою квартиру, где я живу. Он похож на этот дворец? А она уже, прикинь, стала, какой он говорит. Она говорит, я тебе хочу показать мою квартиру. Она спрашивает, он похож на этот дворец? Молодец. Адаптируется. Хорошо, сейчас проверим. У него, кстати, свитер очень красивый. Очень крутой свитер. Прям еще с цепью ему идет. Интересно, как Канарк устроился в Твери. Опа, здравствуйте. Что это вообще такое? Интересно. Можешь сядься тапки? Да, это пригодится. Мотельные тапки у нас. Подожди, а ты куда ее пригласила? Я не знаю, ты видишь, это вот положили для вида. Братик в мотель? Ну, я смотрю, у нашего мужа все чистенько вообще. Молодец. Наверняка клининг все-таки к нему приходит. Ага. Перед мамой постояльцем клининга. Ага. Брезгливый, аккуратный. А так вот знаешь, что он брезгливый. Он дева по знаку зодиака. Ложечкой вынесет мозг, если будет... Молчи, молчи, молчи. Все, просто мужчина-дева. Все, ничего такого. Мы продолжаем его любить. Все хорошо. Не волнуйся. Типичная дева. Ну, типа небольшой румтур. Это я сделал маленький крамик. Все, все. Молчи, молчи. Молюсь. Медитирую. Я складываю. Индуизм. Книга религиозная. Называется «Бхагваткита». Я каждый день, когда молюсь, использую вот этот аромат. А вот это я люблю. Палочки. У него есть дом. Чего? Молиться? Вот это я люблю. Я так люблю эти аромат палочки. Вот тебе нужно найти Конрада и как раз у него будешь. Короче, вот я поеду в Индии, я закуплюсь. Потому что мне вот Маришка из Индии привозила все палочки. Вот они вообще не похожи на те, что там можно купить. Леонардо купить. В Индии их будешь каждый день зажигать. Я буду дома. Мне Митя вообще не разрешает. Вот в Индии зажигаешься. Когда одна дома, могу. А когда ты одна дома? Никогда ты одна дома. Всегда под контролем. Это правда. Вообще не. Поэтому мы их и не жгем. Поэтому они у меня все целы. Вот у меня год уже пять палочек. В Индии нажешься, там поразвлекаешься, вернешься домой и будешь жить с палочкой. Мне очень, ребят. Вы не представляете. Вот я так люблю, чтобы дома все пахло. Вот либо палочки, либо у меня аромодиффузор. Я, кстати, дорогущий купила. Я даже духи покупаю для туалета. Именно прямо духи. Понимаете? Я вообще поверну за аромат. Потому что освежитель воздуха не берет меня. Не исправляясь. Мне сильно нравится, чтобы в доме... У меня куча масел под разное настроение. Там ваниль, мята, апельсины. Я все знаю, как сочетать. Предполагаю, что знаю. Перед сном лавандочки немного. Очень-очень люблю. Свечи сейчас начнем зимой жечь. Свечи хоть раз решать. Совесть, понятие чести, достоинства, любви. Я считаю, что это вообще очень важно. Вот этот бог называется Ганеша. Для благословения, для удачи. А этот бог называется Хануман. Когда они знакомятся, культура, это одна история. Смогут ли они это принять и соединить? Это другой вопрос. Ну, у вас этот вопрос не возник, когда ванки это смотрели, если что. Если телевик разделяет на... Ребята, пришлось за снеками идти. Пошу, посмотрел. Объелся. Мне просто теща такой бообес наготовила. Бообес? Бообес пришлось сожрать, блин, пол-литра. Реально, пол-банки съел. Да, этих нажрался, этих осьминогов, этих кальмаров. Этих гадов. Да, лосось этот красный, просто не могу уже. Да невозможно, теща, да, вообще. Блин, да, Наталья Викторовна, как-то попридержите коней. Ну, уже в какой раз этот бообес готовит. Мне кажется, мы уже не выдерживаем. Да, тяжело жить. Ну, это просто галочка плюс. А если нет, я на это очень спокойно отношусь. Смотришь, что тут вышло. Если что, я тоже ела бою, да? Ты знакома с фильмом. Да, это очень старый-старый, очень известный фильм. Ну, вот я не смотрела, если честно, ни одного. Исторически, типа. Угу. Я любитель парфюма, поэтому... Упа-на. Это мои любимые дуки. Как нюхть. Я боюсь пшигать. Просто вот. Девочки, напишите в комментариях, какие самые ваши любимые ароматы мужские. Ну, нет, зачем ты ешь, если ты не хочешь есть? Напишите, пожалуйста. Вот-вот-вот вы прям... Всё, если мужчина пользуется ароматом, ну, вы растаяли. О, вкусно. Да. Мне на самом деле нравится эта история. А если ещё правильно пшикает в нужные места, ты вообще таешь сразу. Пши-пши-пши. Модный индуст топ. Очень люблю читать. Это как мои обе. Я вообще читаю очень много разных книг. Но я больше сейчас стал читать только хирургии и медицину. Если он действительно их читает... Люблю читать разные книги, но читаю только хирургии и медицина. А это... Они просто... Красиво стоят, то это удивительно. Потому что у меня большая библиотека, мне кажется, по моей профессии. Но я их почти не открываю. Как раз я в экстрене... Интересно, а индусам всем нужно в шахматы учиться играть с детства? Как ты считаешь? Ну, это же, получается, национальное достояние? Шахматы. Я, кстати, знаю, что в Армении прям как предмет в школе шахматы есть. Вот настолько, да. И какую еду кушаешь обычно? Я всякую разную, но, если честно, я мясо в принципе просто не люблю. Я буду готовить индийское блюдо. Ну, это там... Курочку карри. Ну, либо адыгейский сыр можем использовать. Угу. И там горошек. Эта еда называется матар панир. Это один из моих очень любимых блюд. Чё? Ну, всё. Ну, дай послушать. Матар панир? Ну, он просто... Кстати, ты любишь готовить? Не, реально матар панир называется? Или как? Блин, я сейчас не произнесу, честно. Как-то так получилось, что у меня нет привычки этим заниматься. Просто ты каждый день не готовишь. То, что он любит готовить, это прекрасно. Это такая лазейка, которая даёт очень много баллов человеку. Раньше я вообще не умел готовить. В Индии я всегда, ну, для меня готовили домоработники, которые нам помогают. Я вырос с этими помощниками и так далее. Мне ничего не надо было сделать дома. Я поняла, что у него обеспеченная семьянка. Ну, вообще, я поняла, насколько. А чем у тебя мама занимается? У меня мама занимается своим бизнесом. У нас есть ферма. Мы выращиваем фрукты разные. Продаем это. И ты посмотри, он из богатой семьи. Как вы определили из богатой семьи? Ну, серьёзно. Ведь можно же фрукты на разных уровнях выращивать. Можно сидеть на своих десяти сотках выращивать клубнику. А можно клубнику или как салаты, как белая дача выращивать. Ну, это понятно, это разные. Ну, мы не знаем, как у них масштаб. И готовят очень красиво и хорошо. Главное, чтобы я не приехала и меня саму слугу не сделали. А пока я добавляю специи, можешь мне помочь с адыгейским сыром? Открой мне его, пожалуйста. Так она уже помогла, она только что его нарезала уже. Кстати, мужчина-дева, они очень семейные. Если мужчина принял решение... Мужчина-дева это вообще лучший мужчина на земле. Первое. Второе. Вот не клеится её образ с её повадками. Готовить она не умеет. Да. Татуха на пальце. Вот как оно? Вот как оно? Просто платье... Потому что она актриса? Да, актриса она. Актриса. Если у него появились дети, вообще не разводятся. Как ты с детьми относишься? Нравятся ли они тебя или... Я знаю, что есть люди, которые прям... Вот они видят... Он тоже скронолок наряжает, мягко говоря. Он тоже американский рецепт использует, да? Пол-литра масла. Вот это вот всё. У меня такого нет. Я вообще удивляюсь вот этим культурам. Ну, если посмотреть, в принципе, на индуистскую кухню и американскую кухню... И вообще, вот в принципе, вот на самом деле самое хорошее... Ты специально путаешь слова? Вот когда надо сказать индийская кухня, ты говоришь индуистская кухня. Ты вот реально это делаешь специально? Говню. Честно скажу. Специально скажу. Да. Азиатская кухня. Я не понимаю, как на таком количестве масла можно готовить. Ну, как вкусно. Если большой объём риса потом туда добавить. Помнишь, мы с тобой вот этот рис кушали в Дубае, в китайской закусочной, где рабочие кушали? Ооо, это было божественно. Да, это было божественно. Сколько мы с тобой смогли съесть? По ложке риса? Ну да. Да, было вкусно. Одна ложка. Ну хорошо, ну едаешься быстро. Насколько это жирно было. Я научилась разговаривать с дитями. Да? Да, потому что у меня появилась племянница. С дитятями. А как-то вот с ней я могу? Я довольно медленно, мне кажется, взрослею для своего возраста. Я только начинаю быть готова к браку, а дети – это уже что-то после брака. Мне 24 года, на секундочку. Три варианта. Вибрии, пожалуйста. Ооо, они там внутри крутые. Так, погоди. Можно открыть? Вот этот голубенький. Я тоже так думал. Очень понравились скатерти. Очень здорово. Кстати, у меня есть банановые листы. Я просто хотел, ну, такой атмосфер небольшой английский. Ну, кстати… Оп. Он живет по тем традициям, как у себя дома. То есть он не за столом ест. Маленький столик был, нормально. Даже скатерть поселили. Еще и красивую. Посудки нет. Тоже хорошо. Потому что он хочет ей в полном объеме показать свою культуру. Возьмешь вот так. И… Как? Ооо, пошло. Острота чувствуется. Ну, нормально. Пойдет завтра с утра. Почувствуется. Возьмешься. А вот сможет ли она это делать каждый день? Красиво сказала. Как вкусно. Это понимаешь? Это… А потом дети появятся. Если они появятся в данном случае… А если у него еще будут дежурства, он будет работать в хирургии, он же не будет успевать готовить, кушать, стол собирать… Да привыкнет к нашей еде, дадут ему этого борща попробовать вкусно. На наш вкус все дадут. Не говори, не только сначала все отвергают. Да, это… Поначалу он в этот карри везде добавляет с перцем, он потом кайфанет… А потом сердце под шоку – любимое блюдо. Вообще. Как ты относишься к асимирного гучата? Если честно, я… Вот мне кажется, нам тяжело привыкнуть к их еде, потому что она достаточно однотипная, действительно острая, яр… Ну, слишком по рецепторам бьет. Мы все-таки привыкли искать разные оттенки вкуса в еде. А тут он просто один. То есть еда такая стандартизированная получается. И мне это не очень привлекает. Я думаю, ты уже как на бок все-таки смотришь. Понимаете, к нему отношусь? Наверное, потому что у меня еще не было такой ситуации, чтобы с кем-то делить что-то. Я для общего бюджета приготовила 10 тысяч. Примерно, наверное, столько, сколько у меня получается в неделю. Я готовил 13 тысяч. Ну, в принципе. То есть, в принципе, я думаю, нам хватит. Что вот они у кого? Кто их берет? Вот я лично без понятия, как это работает. Мы можем как общую… Формат бюджета семейного больше какой-то партнерский получается. Единственное, что мне непонятно, почему Нина задает вопрос с канарку, кто будет вести бюджет. Как ты думаешь? Брон, я считаю, вот мы с собой, например, идеально ведем бюджет. Просто у тебя все деньги и все. Это мне проще. Да. Я считаю, что вот в России именно так нужно. Потому что мужик чёрт знает, куда эти деньги, денег. Им да и вообще все просто. Да, господи, сразу эти акции накупал, что-нибудь такое. Не, не. Женщина, она всегда вот, она понимает, она знает, куда нужно положить денежку под 18% на 3 месяца. Ипотеку взять. Точно. Тоже хорошее дело. Благостное. Кто у нас главный бухгалтер? Я говорю, я. А, в смысле, женщина. У нас деньги можно только с рукой оторвать, собственно говоря. И то фиг получится из этой серии. Поэтому я не очень понимаю, что с Ниной происходит, почему она у него, богатого мальчика… Кто будет распоряжаться? Кто будет распоряжаться? Еще удивляется. Кстати, ты знала, что он из богатой семьи? Просто давно не говорили об этом. Я раскрою секрет. Это временно. Ну, конечно, в идеальном мире у меня есть муж, который вот все делает, а я… И еще, я считаю, что это еще выгодная стратегия мужская. Даже если вы зарабатываете, а жена там меньше зарабатывает, отдавать деньги женщине. Почему? Потому что, когда у женщины нету некоторых своих денег, и вы выделяете ей, она их тратит. Она считает, что это для нее игрушки. Ну, то есть, сходить на Вайлбери, сходить в что-то… Ну, то есть, это деньги безответственные. А когда ты отдаешь женщине бюджет, то тут уже, извините, тут уже нужно думать. Тут уже просто так вот, куплю-ка я, пойду ушки какие-нибудь, или пойду куплю стаканчик, так не будет. Потому что здесь уже взрослость включается. Я придумываю какую-нибудь приколюцию. Мужики, я думать не буду. Денежку какую-то зарабатываю, но это так. Не чтобы прожить, а чтобы весело было. По ее характеру, по ее энергии, поверь мне, вот она одна из тех, которые очень хорошо мягко стелят, да жестко спать будут. Все, дорогой, сюда не беспокойся. Ее деньги не волнуют, они ее будут успокаивать со временем. Я хорошо уже зарабатываю, поэтому… Это приятно. С молочком. Да, да, да. Слушай, ну это же сказка, вот пожрать этих крыльев из Ростикса. Из Ростикса. Ты мне про сказку расскажи, когда пацаны так везде делали вообще. Года три назад. Ну так вкусно было, в студенчестве так делали. И потом молочком этим холодным запиваешь. Фильм? Давай. Какой-нибудь? Что-нибудь из вот этих плакатов. А, окей. Какой? Немножко напрягает, что человек может действовать только с подсказки. Я понимаю все-таки, что это из-за волнения. Да, я стеснительный человек. Я всегда буду. Это прям вспоминается историю, которую мы читали на нашем выпуске про бывших. Да, когда он даже фильм не мог выбрать. Да. Посмотрите. Но я должна видеть этот мужчину инициативу. Слушай, вот что я должна решать? Я за тебя спрашиваю. Выбери, пожалуйста, сам. Я не хочу выбирать. Хорошо. Я просто не хотел ее видеть темно, поэтому я, ну, хотел, ну, взять. Ну, вот я считаю, это реально проблема сейчас. Вот я не могу ничего найти и себе посмотреть. Мы, мне кажется, полчаса можем провести в поиске, чтобы посмотреть, и в итоге нет. Я что-то устал от этого. Вот нету знаковых проектов. Мне кажется, стало столько много вот мусора делаться, что вот прям, знаешь, как вот бесконечное производство контента. Вот просто бум-бум-бум. То ли из-за того, что раньше было меньше выбора, и проекты становились более востребованы, и внимание на них акцентировалось. То ли из-за того, что меньше было проектов, и поэтому киноделы могли больше времени потратить на производство одного проекта, и это становилось событием. То ли из-за того, что мы тогда все смотрели, вот интересно просто, потому что я ничего не могу посмотреть. Я жду января месяца, чтобы посмотреть разделение, но как бы мне до января тоже бы хотелось что-то посмотреть еще. Помнишь разделение, да? И это было сколько? Два года назад уже. То ли еще потому, что уже, в принципе, так много всего переснято, и сложно что-то новое сильно придумать. То есть даже когда «Игра престолов», там, да, выходила, ну что книг, что фильм, это прям было что-то новое после «Василины колец», да? А сейчас как будто не могут вот такого, какой-то новый мир нам придумать. Ну типа «Вэнсдэй» была, но это тоже, это, во-первых, уже на старом базировано. Ну вот эти разделения, прям новая идея как будто бы. И то тоже такая. Я не буду, я вообще не жду второго сезона. А ты не помнишь там, чем закончилось? Нет. А, ну тогда тебе надо напомнить, чем закончилось, посмотреть этого сериального кота, и тогда ты захочешь второй сезон. Ну ладно, хорошо. У меня мнение больше, ну типа, что ее нравится, что они… У меня преступление и наказание ждут. Диско. Синковском. А, кстати, я могу найти тебя с переводом, ну, на русском. В контакте. Это… Спасибо. Пожалуй, пойдет. А пока что стесняшка, очень сильный. Не знаю, что с этим делать. А еще мы будем писать, смотрите, на реакцию, да? А, тогда ты обеихан. Они реакцию записывали на танцор диска. А по-моему, посуду? Может, с утром уже? Нет, у меня просто такая привычка. Значит, жених, ну, муж. Угу. Приготовил ужин. Я, кстати, вам так скажу, на индийский кинематограф стоит обратить внимание. Ну, просто, понятно, что они все подряд смотрят, но есть классные проекты. Те же «Три идиота», а ты помнишь «РРР»? Мне очень понравился фильм. Очень. Ну, в принципе, да. Ну, он такой, тоже, скажем так, проходной. Но интересно. Было интересно. Какие мужчины красивые были в этом фильме. Я вообще… Девочки, я охренела. Нет, просто «Три идиота» прямо интересный. Там сюжет крутой. А второй фильм от этих же режиссеров. Что-то про звездочки. Про звездочки, да. Что-то в небесах там про мальчика, который дизлексист. Угу. Тоже хороший фильм. Почему она не подрывается посуду помыть? Я сама с собой договорилась, что я сразу постараюсь максимально себя показать без каких-то там шаблонов и вот это вот все. И для меня действительно нормально оставить на ночь грязную посуду. Грязнули, грязнули. У меня тоже. У меня муж с утра уберется, да. Согласна. Дети мои точно услышьте. Нельзя оставлять посуду на ночь. Дурака меня. А что будет? Все, богатство, успех не придут или что? Просто пять приметов. А с инцидентом будут какие-то проблемы. С мошками. Что устроим-то, собственно говоря, наши вот эти вот пары, уже семейные пары-то. У тебя не будет второй возможности произвести первое хорошее впечатление. А что лучше? Она сейчас его произведет, а потом он поймет, что она не такая? В индийской семье жена помоет посуду и делает домашними делами. Просто я знаю, что сегодня она устала. Я хотел ее давать время отдыхать и просто не хотел ее мучить. Здесь есть один из нюансов. Что бы ни происходило, какая бы ни была, он дева, он не может его вот так будет потрясывать постоянно, если будет посуда просто стоять в раковине и подсыхать. Если в дальнейшее время она не захочет делать домашними делами, то я уйду. Будем думать об этом. Но пока об этом я не думаю. Кстати, для тебя есть небольшой сюрприз на завтра. Мои друзья, они готовили по индийской традиции церемонию на час наше прочитание. Вау, реально круто. Да, это хочу приглашить. Я немножко смутилась, когда Конорг сказал, что у него будет сюрприз именно такого плана, про церемонию целую. Немножко меня смутило, что это слишком связано как раз с другой религией. Это для него будет больше сюрприз. Для меня тоже будет как раз сюрприз, потому что это больше друзья для меня будут делать. Думаю, что по-любому будет это интересно и хорошо. Ну погнали, чего уж. Окей. Чисто исследовательский такой интерес. И очень мило, что он, зная, что мне интересна традиционная культура, он постарался что-то такое привнести. Первый день эксперимента подошел к концу. Любопытно посмотреть, как молодые разместятся на ночь в однокомнатной квартире «Канарка». Я бы тебе предлагал ночевать. Вот ты ржешь, а они каждый раз новыми называют каждый раз. Я не ржу уже. Сюда, если тебе нормально, удобно. Он предложил остаться у него, ночевать. Это как бы нормально, если мы в качестве мужа и жены. Что ты выбираешь, диван или… Может быть, он там где-то про себя думал, что я на диванчике посплю. Если предлагают, надо жить как принцесса. Наверное, на кровать. Тогда я буду на диванчике. Хорошо. Посуду не помыла. То есть, тут, типа, опять же, ей, наверное, не понравилось. Ну, если ему предположить, что она не актриса, если кто-то еще в это верит. Что, типа, он должен бы сказать, ты спишь на кровати. Все. Нет, ты спишь на диване. Спать на диван, а сама в кроватке. Принцесса на горошине. Молодец. Мне, если честно, странно, что она вообще осталась у него ночевать. Соломудренная девочка не стала бы спать у мужчины. О, он ее разбирает. А, она соломудренная? Он не вызывает чувство страха. Она ему доверяет. С ним спокойно. Хорошо, хорошо, согласен. В конце концов, муж и жена. Тебе еще бы под одеяльник засовывать, да? Поможешь? Ну, ладно, давай. Смотри и учись. В следующий раз сам будешь. Берем. Все просто. Ой. Все. Вот эти углы сам засовывай и ложусь. Спасибо. Пожалуйста. Я не готова дальше как бы брать все в свои руки. Потому что я понимаю, что… Такая прям берущая все в свои руки. Водителем. Такая тетка, которая кулаком по стулу. Все, за мной идем. До свидания. Мне абсолютно не хочется выстраивать из такого положения отношения. Поэтому я даже ухожу в другую крайность. Я себе сегодня взяла роль такой маленькой девочки, которая сама себя веселит. Что-то бегает, прыгает. Все. Спокойной ночи. Да. Спокойной ночи. До свидания. Слава Богу. А если кто-то из них захочет пухнуть… Мне кажется, что Конорг очень сильный. Вот я бы, например, захотел. Поэтому я бы все-таки на месте Конорда отельчик бы снял. Люк бы на кровати, чтобы просто к ней бы к дивану все шло. А так. Неважно. Волнуются до сих пор. И мне было бы даже легче, если вдруг это было слишком… Просто у него как бы однушка студия, туалет вот здесь. И вот как вот с утра, как говорится, принимать весь этот эмоцион утренний. Она же все будет слышать. Или он будет все слышать. Активный чувак, который бы полез целоваться сразу же при первой же возможности. С ним бы действие спровоцировало бы разговор. И как-то выстроился бы какой-то коннект из-за этого. Мне кажется, все равно она хочет какую-то вот видеть в нем вот эту индийскую страсть. Джимми, Джимми, а чё, а чё? Любовь, морковь – это хорошо. А если мужчина чувствует, что грязь кругом, за ним не ухаживает и он незначим, никакая любовь в этом отношении не поможет. Поэтому не только любовь, но и создание жития хорошего. Мы переедились, легли спят. Для нас завтра – это очень большой день, церемония же. Поэтому, да, будем ждать до завтрашнего дня. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, важно быть. Я вам тоже хочу, я чуть не сдохну. Спасибо, что уже сказал. Доброе утро. Просто ждали, пока разрешат сказать доброе утро. Я чё ж не могу, я хочу сейчас посмотреть этот момент. Это легенда. Она ещё так глазала? Доброе утро. Доброе утро. Чё, и рожа такая красная, а? Ну, она пошла очень спокойно. Кельвины быстро или неправильно? Прецедентов не было. Лучше, а какие могли бы быть? А хотелось, хотелось прецедентов. Второй день нашего эксперимента начался безмятежно. Новоиспечённый супруг кормит жену завтраком. И, кажется, готовит ей сюрприз. Охереть, просто покормил хлебом. Бумагой. Бумагой. Хлебной бумагой. Вот. Это сари моей мамы. Сари. Настоящий. Настоящий. Индийский, который ты будешь делать на церемонию. Интересно, конечно, что будет, но нарядник мне понравился. Мне идёт красный, я заметила. Мне можно это надеть? Да, да, да. И когда я первый раз увидел Нина на царе, я просто в шоке. Вау. Ты выглядишь плясно. Я знаю, что мне идёт красный цвет. Да, тебе идёт эта царя. Я вообще в шоке так. Первый раз увидел тебя на царе. Можно ещё надевать украшения. Потом я тоже пошёл переодеваться. Давай посмотрим, что приготовили друзья канарка, наши молодые. Гварнета. Гварнета. На индийскую свадебную церемонию. Кухарка можно, я уже не знаю. Эта церемония для нас очень важная. Это называется… Роман Кумар-Вя. Вот так он выглядит, как человек из богатой семьи, да? Вот это да. Что-то на фильмах болливудских. А это Джимми-Джимми-Ачи-Ачи, всё, блин. Блин, она прям вот… Гуар вообще реагирует просто… Ты что, ты говоришь? Ивна. Лучший друг. Его зовут Яш Танвар. Намастей Досто. Намастей. С Конарком мы знакомы более 10 лет. Мы с ним вместе учились. Он очень хороший, умный парень. Приветствую вас. Сегодня, молодые жены, мы для вас приготовили церемонию… А откуда столько невест индусок натащили? Давайте начинаем. Сначала будем молиться Богу. Мне было немножко неловко, что муж мой… Не, ну на что, конечно, хороша, да? Он с по-настоящему сел, помолился… Ну а как он должен быть? По-искусственному? Не молились? Ну это неплохо, это не такой плохой знак. Она ещё не привыкла, она ещё не знает, для чего это… Слушай, он такой… Позитивчик, да? Не-не, наивный индусский мальчик. Ну ничего, да… Да она потом привыкнет помолиться потом… Ничего, что как бы это… Ну ладно, человек православный… Спасибо. Что? Ты женишься? Я понимаю, если бы она атеисткой была? Можно друг другу… Гирляндий. Там можно было про фляну, что угодно делать. Ну когда человек, в принципе, он к другой религиозной семье относится. И вот этот называется Манглсутра. Это знак, что ты уже женатая. Ну то есть, ты уже замуж вышла. Ну всё, 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 всё. Я всё-таки к этому отношусь больше, именно как к милому празднику, к знакомству с традициями, и слишком близко к сердцу не принимаем. Итак, теперь самое главное. Мы идём в семь кругов возле огня и обещаем в кругу быть лучшими. Огонь для нас – это один из главных знаков, тоже как Бог. Смотри, какие у него тяги. Нужно было семь раз перед огнём. То есть, четыре раза я и три раза делала Нина. Поздравляю, Кунарк! Ты женат! Спасибо. Потом был маленький сюрприз для Нины. Здравствуйте. Бывший. Позвали брат Инны на нашу церемонию, и она не ожидала, что такое может быть. Это было очень забавно. На самом деле, это её нынешний парень тоже актёр. Иван. Очень приятно. Брат. Хочу вручить вам презент. Да. Поздравить вас. Это даже не утка, это слон. Это слон. С бракосочетанием деревянный. Мне жених показался очень стеснительным, застенчивым. Либо из-за языкового барьера, либо он какой-то скрытный. Проверка родственниками... Здесь, правда, он же был прийти шаман, не пришёл. Нашего эксперимента. Обычно родные очень переживают. И к свадьбе вслепую относятся настороженно. Моя сестра воспитывалась в традиционной семье, в традиционных ценностях. Мы прям это видим. В очень большом шоке. Я даже не представляю, что она не сказала. Просто хотел понюхать. Там не пахнет. Не пахнет. Ты видела, как ты ведёшь себя? Иван, Нина, не пахнет. Просто понюхать. Ваша Ниночка рядом с супругом выглядит вполне себе счастливой. Нина за своей обычной маской. Фееричной. Она пошла на это ради эксперимента. И дальше эксперимент это никуда не пойдёт. Ваня очень похож на маму по характеру. Я его понимаю. Давайте отмечать это прекрасное событие. Давай. Танцы на звёздах, танцы без возврата. Ребята, у нас есть ещё последняя церемония. Кто будет главным в семье? Я, конечно. Посмотрим. Посмотрим. Как это решается? Даём кольца свои. Теперь кольца там. Кто первый найдёт, тот будет главный. Раз. Два. Три. Го. Кто выиграет? Кто выиграет? Я нашла! Я нашла! Где оно, блин? Я нашёл. Я нашёл. Я нашёл. Давайте вместе. Я нашёл. Она просто взяла. Я нашла два раза. Так не считается. Нина выиграла. И, я думаю, она уже стала главным дому. Ну, а так и есть. И теперь, как ты можешь сделать синдур своей новой жены? Синдур – это знак, что ты вышла замуж. И это тебе нужно будет сделать каждый день. Это будет твой знак. Керемония пошла очень успешно. То есть, всё хорошо. На самом деле, такая очень деликатная тема. Я не могу здесь до конца чувствовать себя внутри обряда настоящего, потому что всё равно за мной остаётся ещё право выбора. Что я скажу в конце. Право славе. Не останусь ей или нет. Тебя это не смущает? После церемонии мы поговорили с братом. Он переживал немного. Ну, она такая судоранья. Вольная, волелюбивая. Так скажем. С непростым характером. Это я уже заметил. Да, да. Очень своенравленно. Ну, девочка хорошая, да. Брат предупредил нашего жениха. Я не понял. Нам что, а Тору нарядили в русский наряд? И пустили под балалайку вначале? Решили сделать один образ, а получается это совершенно другой человек? Правда, реакция жениха что-то мне не очень понятна. Но я могу предложить свою версию, что наш жених смысл этих слов он не понял. Роза, у меня сейчас сомнения. Рюза! Нашего жениха спасать пора. Талантливая. Да, это точно. За что не возьмётся, что получается. Несмотря на всю свою, так сказать, видимую фееричность. Ну да, да. Талантливая. Да, да. Я это заметила. Интересно. А какие впечатления мы говорили? Понравилась Нина? Как его зовут? Я не могу реально понять. А, понятно. Понравилась, да? Я желаю Кунарку и Нине всего самого лучшего. Кунарку, Канарку, Кларнету, Крондеру, Кармену. И уважали права друг друга. Теперь хочется пригласить его к себе в Петербург. Ещё больше погрузить его в свой мир. Можно не так ярко взевать. Сейчас она на хутор его привезёт. К бобрам. Как интересно, да? В Твери не было снега, а в Питере уже снег. Вообще же не по одной трассе даже находится. Я иду в Санкт-Петербург, пусть Канарк посмотрит, как живёт наша Ниночка. Когда мы уже ехали в Петербург, он вдруг начал что-то сам заводить, какие-то темы. Самокаты не убраны. Это, как обычно, в Питере внезапно летом выпал снег. Так, хорошо разговор. Это удивительно, на самом деле. Было, кстати, такое повеснее. Было в Питере, да. В мае, я помню, они офигевали. Года вообще. Сюрпризы это было. Кажись, в мае-то и снимали, скорее всего. Когда у нас тоже выпало. Восьмого мая, я помню. Как раз сегодня снег идёт. И я в этом году не видел снег, потому что я уехал в Индии, пока ещё не замерз. Здесь расположено много таких знаменитых точек в округе. Вот здесь летний сад, там вот это Михайловский замок. Вон там виднеется. За снегом плохо видно, там спас на крови. А, это та, да. Да, это тот самый. А напротив него вот здесь вот марсовое поле будет. Мне очень понравились те места, которые она показала. Ну, Питер, мне всегда нравится. Готовишься к переезду. Ну, можем говорить так. Но пока ещё неизвестно. Посмотрим. Вот это как раз улица Маховая. Красненький дом. Это музыкальный колледж. Ты училась тут? В колледже училась в Новосибирске. А здесь я училась в консерватории. Это немножко другая часть города. В Петербурге булочная – это особая просто религия. Да? Да. Вот здесь как раз есть булочная, наверное, самая известная. Погнали. Давай. Вольчик, как думаешь? Да, Вольчик. Вольчик? Вольчик, Вольчик. Ну, она реально у них знаковая. Слушай, у нее 69 рублей. Я очень люблю кекс. Особенно шоколадный. Угу. Тут хорошая она. С бесплатной картой Озонбанка. При***** есть, потому что я знаю, что в некоторых к***** строить отношения и ухаживать за девушками. Вот это вот всё. У вас так и есть. Потому что я знаю, что в некоторых странах, например, не принято, чтобы мужчина платил за девушку. У нас такого нет. Но мы выхаживаем за девушкой, конечно, мы плачем. Так. Ты не разведешься, да, на тему пробывших? Хехехе-хехехехе-хехе-хехе. Ну... Ты девственник, ты чего? Смотря что ты хочешь знать. На самом деле мне, правда, очень неловко самой заводить разговоры, касающиеся прошлых отношений, чего-то такого. Ну, как-то важные вопросы-то тоже нужно решать. У меня были отношения с девушкой, мы были вместе два года. Просто она ходила на тусовки постоянно, напивалась прям каждый день. Ого, реально каждый день. Да. Я бы так не смогла. Почти каждый день, да. И, да, были такие ситуации, что я понял, что у нас нельзя, ну, невозможно жить вместе, поэтому, да, мы разошлись. Я не знаю, сейчас так задумалась. И готовил карри каждый день. Нет, это тоже тусовочница. Она не мыла посуду. Я не против тусовки, но если это постоянно, бывает же лимит. А встречного вопроса о бывших Нины от Канарка не последовало. Ну, пока мы еще только начинали знать друг друга, не хотели с этого узнать. Не очень интересная эта тема для меня. Ну, не хватает немножко. А тут не закразили. А он слишком здесь сдержанный. Ну, еще, во-первых, он не у себя дома, во-вторых, он половина не понимает. Нина, язык тела и всех заставить учить русский язык. Какой язык тела? Замуж выйдет, все нормально. Она целомудрена. Так еще до замуж-то надо дойти. Я уже все съела, между прочим. Это, я просто тебя слушаю. И ты много болтаешь? Или просто я быстрее ем? Ну, я просто медленно ем. Это я. Это, кстати, да. Вот они очень медленно едят. Но нам поучиться иногда надо. Мы просто секунду и могут сидеть просто часами. А ты про своего мастера индуса имеешь? Да. Я прям наблюдала. Просто медленно, руками. Они имеют руками, чувствуют еду. То есть, это прям целая церемония. А мы пришли, пожрали. Да, я вот люблю чувствовать вилку, например. Просто я считаю, что вот есть руками, это немножко... А как будто считают, что меньше съедаешь, кстати, когда руками чувствуешь. Конечно, ты чувствуешь себя свинотой просто, когда жрешь руками. А так можно, в принципе, знаете, еще вот так вот есть. Без рук просто вот так вот. Еще меньше съешь. Как вам идейка? Доел? Почти, да. Погнали, давай быстрее. Сейчас, сейчас, две минуты. Погнали домой. Домой, это у тебя? Да, домой ко мне. Едем смотреть в мою маленькую комнату. Питерская коммуналка. На третий этаж. Точно нормально? Ну, нормально. Хорошо. Чисто ты всегда. Ой, здоровый мужик. Ему-то два чемодана поднять-то делать нечего. Это мое жилище. Вот это моя комната. А тут еще живут трое человек. Помимо меня. В Питере только такое найти можно. Мне не очень удобно и мне очень нравится, когда, ну, соседи живут на таком квартире. Роза, ну это съемная комната, маленькая. Это не ее жилье. Она показала, что она девочка простая. Ей нужна любовь и отношения. И квартира. Еще не так, господи, человеку 24 года, она одна, в самый раз снимать какую-то халупу за самые минимальные деньги. Потому что я очень много езжу в последнее время, и у меня до сих пор не до конца все здесь доделано. Я вижу, что у тебя есть такая машина. Да, я шью. Я и для себя шью, и на заказ. Вот у меня сейчас лежит вот эта рубашечка. Это ты сама? Да, это я сама сшила. Тут осталось сделать пуговички еще вот здесь, чтобы она закрывалась. Это настоящая традиционная рубашка. В такой ходили в начале 20 века. Очень красиво. Вот эту юбку я тоже сама сшила. Да? Понравилось. Я не знал, что Нина это тоже умеет. Это тоже. А что еще умеет? Куда? А что это? Какой-то музыкальный инструмент. Ой, вот про это я могу целую лекцию прочитать. Это гусли. Не надо. Один из таких самых древних традиционных инструментов русских. Они ставятся вот так. И получается, вот здесь зажимаются определенные струны. Естественно, я заставила его попробовать. Вот сюда ставишь мизинчик между струнами, между струнами. Вот так вот. Следующую. А вот здесь через одного. Можно вот так. А, окей. И вот так вот у меня есть трин-трин-трин-трин. И в принципе на этих двух абордах... Это сложно. Не сложно, нормально. Для меня сложно. Да неплохо у него получается. Осталось только ритм еще метр взять, чтобы он ровненько это все делал. Он тебе, пожалуйста, и свадьбу, и подарки, и накормил, и напоил. И сам-то он какой козырный. Классическая роза обосрать невесту. Ниночка его, значит, наезжает на него. В доме показалось, что она вообще ничего тут делать не будет. Знаете, не графья, сами сделаете. Что дальше будет, я уже не знаю. У нее еще есть время показать себя и свою жизнь немножко с другой стороны. У меня для тебя сюрприз. Я готов. Сюрприз, мутерфака. И поняла, что это идеальная вещь. Что ты там будешь жить. Я предложила Конорку вместе попробовать рисовать. Он разве Конорк все-таки? Все-таки! Сюрская роспись, ее рисовали крестьяне, поэтому сильно какими-то художественными обладать талантами. Но ты у нас купец, поэтому... Брались такие большие кисти. Это вот прям большими, окропными будем рисовать такими мазками. Она в шалаше сделает рай. Дизайнерский ремонт сама. Так ему зачем шалаше? Он и так богато живет. Да, кстати, он из богатой семьи. Спасибо, что напомнили, девчонки. А то мы забыли. Забыли. Супер. Смотрим, что будет дальше. Она просто на реакцию так отреагировала. Вот. Идеально. Ну, получилось так более-менее, а так она... Ага, мы, кстати, уже видим результат. Он на фоне стоит, если что, как там. И потом уже начали вместе рисовать листики, но потом разговаривались, и я сама их малевала. Что ты думаешь о том, что вот мы с тобой уже столько тусим? Нам же еще в конце недели... Что ты думаешь о тройничке? Давайте там все кого, да или нет. Ты вообще как к этому относишься? Я задала этот вопрос, будто бы именно в этот день уже можно было. Если тебе сложно, я могу начать. Ну, давай, начинай. Я тебе нравлюсь? Ну, да. Ну, как бы. Ну, блин, ну, плюс-мин. Ни два, ни полтора, не знаю. Саусол. Саусол. Ты как-то себя еще не проявила, мать. Давай. Я не могу сказать. А почему? Потому что я еще хочу узнать про тебя. Для меня это был очень короткий срок. Я не очень узнал свои чувства. Что должно произойти, чтобы ты к девушке начал проявлять внимание? И как бы сколько должно времени пройти? А до этого было не внимание? Пока у меня такой ответ к этому нет. Но я постарался тебе как ответить. Думаю, здесь все очень понятно. Наш герой классический. У нас, знаете, один и тот же сценарий каждую передачу. Просто один. Виртуозно. Это вообще надо зрителям, особенно мальчикам, взять, вырезать это видео. И как методическое пособие. Хорошо. Пацаны, режем. Не волнуйся, все хорошо. Мне очень, в принципе, ты нравишься как человек. Ты очень интересными вещами занимаешься. Ты очень интересный с точки зрения того, что ты из другой культуры. Пока что мне не хватает, наверное, просто собственного доверия. И зачем мне влюбляться в человека, который в меня не влюблен? Ну, как бы у меня вот такая логика. Да. Я бы еще хотел, чтобы у нас было время, чтобы мы знали просто друг другу и потом делали решение. А, такая вот интересная мысль. По-настоящему влюбляться может только мужчина, а женщина делает выбор. Да. Влюбиться ли ей в ответ или нет. Да. Да? Что, девчонки, согласны? Пишите в комментариях. И когда тебе говорят, как я завидую тому парню, который сделает тебя счастливым. Тут обожаю, да? Мы сегодня спали очень мало, и я предлагаю уже заняться этим вопросом. Комната довольно маленькая. У меня есть такая функция, как гостевой матрасик. Если тебе нормально, как бы мы постелим. Там в подушке у меня есть одеяло дополнительное. Я предложила Конорку остаться у себя. Там в подушке есть одеяло. Вот глянь, вот последний контрольный выстрел, как говорится, в голову нашему жениху. Она говорит, оставайся. Два выстрела в грудь. На который непонятно кто спал до этого. Я просто не хочу... Блин, Роза вообще просто любовь, реально, как обычно. Смушаться можем встретиться завтра. Я решила, что я лучше пойду, поснимаю гостиницу. Сначала я не поняла, куда он пойдет ночью, но потом вспомнила, что я не мама, он взрослый мужчина, который сам и себе прекрасно... Плюс у нас богатой семьи. Делает так, как хочет. И в Питере все-таки, а не в Твери. Вот посмотри, вот сейчас, вот сейчас я вижу у него... Там гостиница есть. Она пробуждается. Знаешь, такая женщина-козерога, что ей не хватает его внимания. Ей кажется, что он ею не заинтересован. Вот это женское нутро, которое требует просто восхищения, сейчас из Ниночки прет. Погнали. Мы немного разные. Просто ее нужно еще взрослеть немного. Поэтому просто автоматически не идет такой разговор. Чтобы... Слушай, у вас разница, кстати, нулевая. 29 и 24. Пять лет. Ну, идеальная разница. На нас жених повернулся к ней лицом. Это же какое чудо должно произойти. Это она должна, я не знаю, накрыть какую-то поляну сама. Приготовить все вкусняшное. Или, может быть, какие-то индийские блюда. Может быть, одеть то саре, которому... А че это она топится? ...станцевать ей и спеть по-индийски... Всего индусы любила. Давай до конца досмотрим. Давай, мы досмотрим. Да, давайте мы... Давайте тоже до конца. ...еще один день. Идет четвертый день нашего эксперимента. Молодожены по-прежнему в Санкт-Петербурге. Эту ночь канарк провел в гостинице. Но с утра пораньше вернулся к супру. Пятерку потратил на цветы. Это вам не твер. Нина, доброе утро. О, господи, ты уже проснулся. Да. Это для себя. Мужики, ну так ведь просто, да? Потому что уже пора выезжать в одно интересное место. Сюрприз. Будет сюрприз. Конц, камера! Подожди меня. Да-да-да, окей. Я подожду. Я хочу познакомить Конорка со своими друзьями и показать ему, чем мы больше всего любим заниматься. Блин, а почему мы вот чисто православие и традиционные ценности были просто для того, чтобы тизер вначале снять? Она к этому больше ни разу не апеллировала. Что из этого получится? Ну я думаю, сейчас в гаражи пойдут, не? В этажи, в гаражи. Чисто фалафик пожрать, вонючий. Короче, лес. Мне кажется, ему понравилось. Я попал в лесу, но мне это понравилось. Особенно, когда есть снег. Снег. Мои подружки хотят на него посмотреть. Подружки такие всегда просто в лесу стоят. Подружки мои хорошие. Они такие все с шуточкой, с прибалудочкой. Встретили нас с песенкой. Пошла плясать по новому мосту. Дай бог жених отрежи на росту. Они про меня ждали, что он просто стоит в лесу, поет как обычно. Ну да, просто по выходным, знаешь, у них такая вот... А в 9 начинают? Особенность такая, знаешь, такая привычечка. Еще даже костер не успели развести, а вот уже начали чештушки. Это мои подружки. Лада, Полина и Алина. Подружки хорошие. Была очень хорошая атмосфера. Мы сразу ему проверку устроили. Там сидел с костром, возился, бедолага, помощи не просил. Ничего себе проверку полностью подготовили, выстроили. Там просто нужно поджечь и все, и подуть немножко. Давай я вот так попробую. А у меня миллионочек о двух рогах теленочек. Сяду рядом, он молчит, а сядь брось, он замычит. Нет. А полюбила я его, черненького кажется, он рыжая, зараза, гуталином мажется. Это не про тебя, если что, это так правильно. Что? А полюбила я его, да, а он девочке косой. А я к нему прямой дорогой, а он чешет полосой. Я теперь ее готов 10 часов, часушек этих слушать. Давайте еще парочку. Давай, полюш. Хотим услышать голос твоего избранника. Вовлекается мальчик. Представляем ситуацию. Мы в Псковской области, как будто бы. В Псковской области коровы пасутся в лесу. Каждый раз вечером, чтобы не ходить, не шарохаться, по кустам их не искать, хозяйка, каждая, выходит на крыльцо, кричит определенным образом, корова слышит голос хозяйки и возвращается домой. Тебе надо ее позвать, чтобы она тебя услышала. Договорились? Слова. Слова «пр-домой». Что? У меня есть что-то делать. Вот. Получается, и домой. Домой, чтобы она домой шла. Понятно? Пр-домой! Слышь, как отзываются? Смогешь так же? Постараюсь. Давайте все вместе. Пр-домой! 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 Давай с нами что получишь? Пр-домой! Вот, давай еще, еще сильнее. Пр-домой! 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 Я удивлена. А можно еще? Можете сесть с собой версию? Открылся такой мощный, хороший голос, достаточно такой зычный. Еще громче прям. Пр-домой! Зычный. Давай, про-домой! Про-домой! Внутри в нем. Где-то скрыто вот это силище огромное, а снаружи он спокойный, он очень хорошо контролирует все, что он делает. Вообще, он сложил себе максимально приятное впечатление, вот. Я думаю, что с Ниной рядом он очень хорошо раскроется. Полина, Лина и Иллада. Вот Лена появилась. И пошли по кругу. Как? И руки, ха, расставил, поплыл, давай давай по кругу, по кругу, пошли, 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 пошли. Я умею так. Ну я милого любила. Я только так умею. Я так не умею. Мне интересно, чего вот третья подружка в белом платке? Она же не поет, не играет. Пусуется. Поиграли мы. Молодец, он как-то... Трется на бэкграунде. С большим, с чем я ожидала. Такой платочек раньше девушка дарила своему жениху в знак, что вот она верная ему будет. Есть такая игра. У меня в руках этот платочек, а ты его должен поймать. Как мороженое в Турции, знаете, тут, которое мы узнаем. Садружка попряжи, так тебе пляска пристает. За тобой один-то гонится, и мой нет. А ты ходи, 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 не остановись. Хорошо ты, мальчик, пляшешь, как ворона по колам. А все равно не перепляшешь. Разорвить хоть пополам. Блин, ребят, честно, хочу еще частушек. Я не могу. Я надеюсь, что осталось еще 10 минут, что на все это будут частушки. Да, я согласен. Я вообще петицию буду писать, если это не частушки. Все. Смотрим частушки. Так что не ловишь? Давай, давай, давай. Так, ты, сяк, ты так, Иван. Вы видели это? О, минуты не прошло. Круто. Ну, что-то вообще невероятное. Он в первый раз играет в игру и настолько быстро поймал. Постреляет. Обалдеть. Дальше в конце этой игры. Это судьба. Ваня, который поймал этот платочек, поцелуйчил девочку в щеку. Но я тебя не заставляю. Можем просто обняться. Из Москвы пришел указ целоваться восемь раз. А Москва нам не указ целоваться девять раз. Ни фига себе, вот это таких припевочек я не знала. Но если ты хочешь. Давай. Я просто выбрал обниматься. Так удобнее, наверное. Какого? Да, так удобнее, наверное. Кому удобнее? Пять, шесть, 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 восемь. Он стеснительный же. Постепенно друг другу не узнаем. Какая-то на петушину ушла бы. Мы очень-очень рады знакомству. Мы очень рады, что у Нины появился такой важный, значимый человек в ее жизни. Спасибо. Пусть у вас все будет хорошо. Спасибо. Многое вам лето. Давайте попросим Отца Бога Света Нине и Конрагу многое лето. Многое-многое-многое-многое-многое-многое лето. Многое-многое-многое-многое-многое-многое лето. Мне очень понравилось. Лето! Девушки, ну типа подруги. Не понимаю. Мы той Слушай, там вот, честно, там вот Была такая рыженькая В рыженькой кофточке В ушлате? Да, в ушлате Так сердечко Так сердечко А что, будьте, я ничего не пропустила Становимся ближе Конечно, 8 раз обнялись Мне было бы здорово Если бы мы продолжили дальше общаться Уже после проекта И мне хочется еще В одно место тебя пригласить Да, оно очень для меня значимое Но дело в том Что это место находится в Москве Рванем в Москву Псоха Даже интересно, что за место Столица Снега уже, кстати, нет В одно место Очень для меня тоже важное Чтобы показать еще одно свое Сколько же дней снимали Мне очень интересно, догадываешься ты или нет Что это будет Это же храм Может быть, что-то связанное с храмом Правильно, молодец Ну, пока не знаю, что именно Какой эрунде Для меня показать, как ты поешь Ходишь в храм Нет В спеть мы с тобой напелись уже Ну, тогда не знаю Сложно угадать Я ему буду устраивать Мастер-класс колокольного звона Ты когда-нибудь звонил в колокола? Нет Вообще, я где-то с 16 лет преподаю колокольный звон Интересно Если ты мне доверишься Блин, она та самая, да, которая у нее в профиле написана Давай, давай Давай, давай Давай, давай Давай Преподаю колокольный звон Колоколовед 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 Джуд слабоватый, если честно Ну как, успели, ну вообще Сначала вот сюда пойдем Это называется переборные колокола Потому что ты перебираешь их рукой Окей Вот эти зазвонки Потому что они маленькие Что-то там прибежат А это благовестник Здесь мы работаем левой рукой Нажимать нужно аккуратненько Но при этом сразу отпускать Не торопись, не торопись Там, пам, пам Нет, как есть он не торопится А как с колоколами, так торопись Где еще торопишься, Конорк? Прям внутри себя Пиши в комментариях Между ними не должно быть разных пауз Оказалось, это очень сложно В дальнейшем, после чистошек Еще колокольный звон Я думала, чем бы нас, да, еще раз увлечить Сейчас включаем капиту Окей Вторая рука у тебя вот здесь на ноге И ты себя прям равномерно себе хлопаешь И здесь одновременно с собой Чтобы у тебя две руки одинаково были задействованы Давай Раз, два, три С интересом ко всему отнесся Мне кажется, я увидела в его глазах Такую искорку Вот И продолжаю так делать Мне кажется, это хороший способ тоже Попробовать вместе позвучать Посмотреть, как мы друг с другом сходимся Как классно, да, в наушниках слушать, приятно Да Она повела его на колокольник Стала звонить в колокола Но мне знаешь, что здесь кажется? Вот она вот проверяла его Насколько он примет ее это увлечение Неординарное И вот здесь они услышали друг друга И у него получилось У тебя очень хорошее чувствование прикосновения Ну, с координацией, ну, нормально Координация у меня не получается Очень классно, что ты меня чувствуешь У хирурга координации не получается У него очень аккуратно это прикосновение Он чувствует, сколько нужно дать силы Все так Блин, можно еще, пожалуйста, просто мощь Да, может, поэтому у индусов нету Хирурга Когда-нибудь был внутри православного храма? Нет, ты что? Не раз в нем было? Нет И на меня пригласили внутрь У с координацией что-то не то Блин, ну куда мы ушли? Так, на колокола еще А я бы, мне кажется, идеально Если бы они под колокола еще частушки начали петь Вообще было топливо Это лучшая серия, кстати Смотри, это помещение храма Вот это стена с иконами Это называется иконостас За ней находится алтарь И там могут быть только священники А все остальные здесь могут спокойно находиться Обычно, когда люди заходят в храм Хочется сделать какое-то именно материальное воплощение своей молитвы И для этого люди ставят свечки Хочешь попробовать? На окне Уже возьмем Да Мне очень нравится такая атмосфера, ну, религиозная Позитивная атмосфера Как можно молиться? Здесь можно, да Нет, как? А, как? Можно своими словами? У нас есть какие-то закрепленные молитвы Например, утреннее правило Но совершенно спокойно можно своими словами что-то То есть я могу, да? Да, конечно После того, как мы были в храме православном Я тоже Нине пригласил в одном месте Придучись, как я спать Я сейчас спала Мы, кажется, идем в вегетрианское кафе Да, я угадала? О, он Это джиганат У нас там была с Митюшкой первая свидетельная Боже мой, как же меня потом не сло Ну, наверное, сквали меня Когда бываю в Москве И хотели ее показать Почему там Харе Кришне? Они купили фрукты Они решили вообще все смешать Они купили фрукты ее мамы Один вид богу называется джиганат Мы сейчас будем ему делать пожертву То есть у них есть специальный человек Специальный джиганат Короче, сначала был охранником на КПП А потом повысился до... Кришна это главный бог У него есть разная форма Почему он так выглядит? Он выглядит вот так Ну, где там Это просто один из формы бога Давай подходим там Смотреть на то, как Конор к этому относится Насколько глубоко он верит Что действительно и дома Он соблюдает свои какие-то правила Мне это внушает какое-то уважение к нему Но окунуться самой в другую веру Я была не готова абсолютно Да, нормально Как он, блин, в храме Свечки ставит, молитвы читает Извини, извини Она вообще как бы повенчалась По индусским традициям Вот у меня тоже платок А, вот денежки есть Вот так вот Остаток бюджета 6 тысяч рублей Койно отношусь Когда рядом со мной находится человек с другой верой Я отношусь к этому с уважением Но если говорить о таком тесном общении, как брак То здесь возникают вопросы Наши традиции говорят, что брак заключается между людьми Но если еще над ними совершилось венчание Это Слушай, она вас сейчас повенчаться поведет И без благословения Бога Я не готова настолько серьезными вещами заниматься Какими настолько серьезными? Гулять по парку? Мне все-таки хочется, чтобы мой брак был заключен в православной церкви Чтобы на нем было благословение именно моего Бога Я знал, что тебе понравится Понятно Вот Она бы хотела венчаться Для меня это был немного шок Потому что я не знал об этом Вот этот вопрос у них может стать камнем преткновения Но пока я не видел Блядь, можно было на берегу как-то поговорить Все решить А мы с вами 5 час 10 посмотрели Чтобы они выяснили Что она хочет сейчас На шестой день, что у них камень преткновения Блин, блядь, блядь Блядь, блядь, блядь Что Нина не вынесла А он как-то ускольненький А после этой беседы Что Нина не хочет секс со мной без венчания Блин, блядь, 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 блядь Да, да, да Но сексом и хотелось Что ты решала Завтрашний день Ты решала Ты решала Да То у тебя есть решение У меня есть решение Как у меня еще Думаешь Последний день Очень много заболевокых красок Которые мне, по-моему, нужно обдумать Уже, у тебя нету решений На С-часть Я решала Где еще ночь Я думаю Какому-то первому импульсу С утра Какому Завтра церемония То есть мне нужно Закон 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 Сграни импульсом Решат Какие-нибудь Такие ситуации То есть каждый день У нас Шенгура Шенгуру Шенгура Шенгуру Ох, боже ты мой Блин, да они задолбали Реально Я вообще уже забыл Какой же Какой Какой выбор Какой выбор Какой выбор Решение Оставляете ли вы кольца Себе Ну или возвращаете нам кольца И соответственно И они пойдут как бы дальше Мы в любом случае Будем уважать Ваше решение В любом случае Останетесь с нашими детьми Не переживайте Нина Мы прожили с тобой Хорошую неделю Я хочу Для тебя сказать Спасибо За Тое Солнечное настроение Нина Я вам так и сказала Спасибо За Тое Неделю Я хочу Для тебя сказать Спасибо За Так Я извиняюсь Мы не хотели До этого заходить Но Если вы вдруг Досидели Мы скатились И прослушали Весь колокольный звон Все частушки То Ну уж терпите Потому что мы просто Сохли с ума Настроение Желаю Хорошего настроения Хочу Продолжать С тобой Общение Схирали Они что Помечались С уже ночью А ты просто Просто Нина Ваше слово Она такая А я знаю Что Козлина Это Очень серьезное решение Потому что Все таки Это Символ Потому что На самом деле Ты просто Не имеешь В колокола Звонить И я Решила Вот давай Сейчас частушку Сходу Мне придумай Да Нина 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 Вряд ли Действительно Уже Безоговорочной Верности Нина Но в нашем случае Я действительно Хочу его оставить Потому что Хочу продолжать С тобой общаться И будем смотреть Что получится Нина 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 Очень быстро Хочу Еще Нина 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 Побольше И что Дальше Смотрите, у меня ж мечта. А, ну чисто ради того, что мы говорим. Чисто ради того, что мы говорим. А телеканал опять нет. Думала, думала, делать мы броня. Вспомнила, слонов посмотреть могу. У кларнета. У него же там, у него ферма, у него слоны там. Слоны. Слоны, овощи выращивают. Фрукты. Фрукты собирают с деревьев хоботами. Бананы вот. Кокос. Напоминание о том, какую неделю мы делаем друг с другом. Путешествие продолжается. Спасибо. Дай Гайцева и Нина. Канарк. Они даже написали уже, не знают, как правильно написать. Вот так. У меня очень хорошее настроение. То есть, у нас просто хорошие цены, пожалуйста, перестивай. То есть, нужно сделать загранпаспорт. Как только сделаем, где-нибудь зимой как раз. Ну да, зимой самое главное. Слонов покажешь? Конечно. Это самое главное. Не только слонов. Ты покажешь мне хобота слонов? Конечно, не только слонов. Все. Даже до зимы ждать не могу. Короче. Дело к ночи. Кроватки. Три голые пятки. Кнарика, Камарика и Нина. Господи, хватит. Все. Все, ребята, все, пока. Друзья, спасибо. Спасибо, что поддерживаете нас на Бусти.